Вопросы кибербезопасности и риски, с которыми сталкиваются наши дети в цифровой среде, обсудим сегодня с руководителем школы цифрового развития Дмитрием Грещуком. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Оксана. Спасибо, что позвали. Очень актуальная тема. Мы не могли не позвать вас. Дети наши сейчас очень подвержены всем этим вопросам. И многие родители даже, может, и не понимают важность и значимость, потому что сами не владеют теми вопросами, с которыми сталкиваются, этими знаниями, с которыми сталкиваются. Давайте обсудим для начала вообще, что такое кибербезопасность. Кибербезопасность очень простыми словами для детей и для взрослых объясняем сходу. Это защита ваших данных в интернете. То, что вы когда-либо выкладывали или не хотите, чтобы это было выложено, или ваши финансы, или все, что должно оставаться вашим личным, оно, чтобы не стало публичным. Вот и, по сути, что такое кибербезопасность. То есть цифровая гигиена, то, что мы потом обсудим, это, по сути, правила поведения в интернете. Так, чтобы не уходили ваши данные никуда налево интернет-мошенникам, хакерам, всяким другим, скамерам и так далее, и так далее, и так далее. Зачем учить этому детей наших? Мы должны сделать будущее наших детей лучше, чем нашим. Мы должны дать им лучшее, что у нас есть, и, соответственно, сделать так, чтобы дети во время взросления не сделали нашу жизнь хуже, чем она должна быть. Помимо плохих, помимо негативных сторон, таких, как просто выкладывание личных данных, какие-то фотографии, которые появляются на тех ресурсах, на которых они не должны появляться, у родителей бывает, что еще и списывают финансы за игры, за донаты, за что-то такое. Поэтому нужно понимать, что если мы правильно объясним ребенку, что нельзя отправлять деньги дядям странным, то это будет и наше благополучие и спокойствие. С какими угрозами вообще могут столкнуться дети в интернете? Все угрозы, которые есть в интернете, условно говоря, мы делим на две огромные группы. Это социальные угрозы, которые исходят от людей, и это цифровые угрозы, которые исходят от людей, но более цифровизованно, более технологично. А социальные угрозы – это буллинг, это хейтинг и это публикация личных данных. Что касается цифровых угроз – это и фишинг, это и вредоносное ПО, и всякие трояны, и вирусы, и все, что с этим связано. То есть технические средства кражи ваших данных. Ну вот сейчас все подростки, школьники, начиная уже с начальной школы, все зарегистрированы в социальных сетях. Вот давай поговорим об этом тоже, как раз, может быть, является социальными угрозами и кибербезопасности. Как обезопасить, как рассказать ребенку, какие главные правила, которые должен ребенок преследовать, именно погружаясь в это социальное общение, в сети. Социальный мир, он сложен тем, что там можно делать все, что хочешь, и никаких последствий за это не будет. То есть тебе ничего не будет за твои слова. И многие плохие ребята этим пользуются. Они могут тебя оскорблять, угрожать тебе каким-то образом твои фотографии плохие выставлять на общий показ. Вот это все как бы средства, скажем так, ну, социальной инженерии и социального давления на тебя. Есть также цифровые средства в виде, там, давайте сделаем донат, давайте скачаем программу, давайте скинемся там кому-нибудь на что-нибудь. Это тоже, ну, нужно понимать, что это просто угроза, это мошенничество, это преступление. То есть писать могут разные люди. Абсолютно. И не только с хорошими предложениями, но и ссылки, опять, когда открывают ребенок, попадают на какой-то сайт, вот, про вредоносные программы. Как, может быть, ты расскажешь, как сейчас осуществляется эта рассылка, чтобы познакомить наших зрителей, они не наступали на эти грабли? Ну, допустим, если он написал певец номер один и просит у вас там, займи, пожалуйста, 200 рублей, завтра отдам, лучше не сделать, это лучше проверить. Если он пишет старый знакомый, который у вас уже есть в друзьях, с каким-то требованием, ну, с просьбой, требованием, вот, лучше проверить, не взломан ли этот знакомый, не является ли этот аккаунт фейковым. То есть, по идее, вы его знаете, этот человек, но он к вам обращается с такой просьбой. Тоже проверяем все несколько раз. Публикация, шантаж и все остальное, то же самое. Если какие-то сомнения, обращаемся к родителям. Если родители видят, что это шантаж, идем в милицию. Все просто, все понятно, все в любом реальном мире. Должны ли вообще родители мониторить социальные сети детей? Конечно, вопрос актуальный, это должно быть, это присмотр, это цифровая гигиена, за этим нужно смотреть, потому что мало ли, с кем они переписываются. Мы живем в неидеальном мире, есть люди как хорошие, так и плохие, поэтому нужно всегда смотреть, быть начеку, скажем так, не давить на них, не угрожать, не давать им нравоучения какие-то, не читать нотации, а именно объяснять, что есть люди разные, есть хорошие люди, есть плохие люди. И если дядя тебя просит скинуть фотографию, которую обычно ты не выставляешь, не стоит это делать. Если дядя просит каких-то денег непонятных, тоже не скидывай, то есть обратись к родителям, родители разберутся с этим, помогут и так далее. Вот, всякие поклонники, краши и все остальные, это тоже нужно понимать, ну, то есть нужно дать ребенку понимание того, что каждый новый человек в интернете, скорее всего, мошенник. Вот, если с такой позиции ему объяснять, что если вот кто-то тебе добавляется, друзья, ты сначала выясни, кто он такой, не фейк ли это. То есть нужно все-таки общаться со своими детьми. Ну, вот, мне интересует вопрос, не является ли, да, вот, нарушение личных гранит, мало ли там у него, может, переписка с девушкой, а мы вот все взяли, перечитали. Смотря о чем мы говорим, если мы прям сидим и эту переписку читаем, и там что-то, ну, там прям уже стесняется ребенок, лучше не читать, ну, мало ли что там. Если там какие-то идут фотографии, просьба скачать, куда-то зайти, что-то купить, какой-то документ там заполнить, где-то поучаствовать в опросе, ну, понятное дело, что это все нужно отсекать. Потому что, скорее всего, это что-то плохое. А что такое кибербуллинг? Подробнее, может, расскажешь. Кибербуллинг – это травля, угроза, это то, что сейчас наиболее актуально, наиболее злободневно. То есть детей, условно говоря, просто оскорбляют. Вот. Делают так, чтобы ребенок чувствовал себя плохо. Это называется, ну, то есть это может быть групповая травля, это может быть какая-то индивидуальная травля, но это... Это сверстники, либо те же самые мошенники, да? Единственное, что нужно объяснить ребенку, что есть и хорошие, и плохие люди, и ты не должен воспринимать, есть негатив, который идет на тебя, что ты плохой. Есть разные мнения, вот, нужно просто выяснить, почему так, откуда это все идет, и вообще откуда растут корни этого всего. С ребенком не ругаемся, не кричим, просто выясняем по-доброму, объясняем, что и как, и так далее. Или попробовать сделать такую игру в виде, ну, давай посмотрим, может быть, это мошенник, научи меня, как отличать мошенника от немошенника. Я думаю, он даже сам разберется лучше всех нас. Я думаю, да, потому что уделять время обязательно нужно и обучать наших детей, и в первую очередь это лежит на нас, на родителях. Конечно, школа уделяет этому внимание, и государство на уровне Минцифры сейчас очень много роликов, проектов, где дети могут вот в такой мультипликационном формате посмотреть и понять, да, вот это и мобильные угрозы, когда на телефон присылают, там, твоя мама попала в аварию. Это тоже, можно сказать, кибербезопасность? Да, да, конечно, это все очень актуально сейчас, самое большое количество киберпреступлений, связанных именно не с техническими средствами, потому что с техническими средствами очень хорошо обволятся всякие антивирусы, наши большие программисты, ребята. Есть такой раздел, который называется социальная инженерия, и этот раздел включает в себя защиту от самого слабого звена в системе, это человек. То есть любые там ссылки, рассылки, просьбы поучаствовать в вопросах, новости какие-то актуальные или там специальные предложения вам от каких-то там властей, или там, допустим, наш губернатор присылает конкретно вам личное письмо с просьбой поучаствовать в вопросах или почитать какую-то новость. Лучше ссылку не открывать, скорее всего, вряд ли это от губернатора. Разных способов, особенно сайты знакомств, это прям топ, это вот там, там хватает кого разводить. Ну, дети тоже, если говорить о подростках, тоже периодически попадаются и на эту уловку. Вот как раз ты сказал про ссылки и сайты, фишинговые ссылки, расскажи вообще, что означает это понятие и как работает подробно. Фишинг от английского слова рыбалка, то есть это суть... На удочку, да? Просто мы кидаем, в машине кидают удочку и смотрят, кто оттуда выклюнет. Это рассылка не индивидуальная, общая, групповая, то есть можно сделать ссылку, которая непонятно откуда она ведет, она короткая, неизвестно, что за сайт. Туда кликаем, заходим, там, бац, появляется моментальный розыгрыш. Вы там обладатель супер-мегаприза, только скинете 100 рублей за комиссию, за перевод денег. Обладатель наследства, какие-то розыгрыши, билеты на футбол. Все что угодно, да, 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 и это является фишингом сайтом. То есть таким образом у вас вытягивают ваши данные, то же самое, карты банковской, все. То есть вы вводите банковскую карту, вроде все окей, платеж прошел. В итоге вы не получаете ни товара, ни платежа, и еще деньги списывают, в конце концов. Как родителям заблокировать вот эти все ссылки на сайты, на другие сторонние? Для того, чтобы это все заблокировать, нам нужно понимать, что ребенку тоже нужно время в интернете, потому что без этого нельзя. Ну, мир развивается, цифровой мир развивается. Первое, что делаем, ставим время на телефоне, то есть родительский контроль ставим сюда на телефоне, два часа в день, достаточно, больше не надо. Запрет скачивать какие-либо посторонние игры, приложения, программы. Если есть банковская карта у ребенка, делаем запрет на покупки в интернете, отсекаем лишние траты ребенка посредством этой карты. То есть родительский контроль, полный финансовый контроль и запрет на скачивание и установку любых программ. Вот, в принципе, этих данных будет достаточно. Все остальное и смотрим, с кем он общается, что он делает. Если его будет, ну, понятно, что он будет агрессивный, он будет как-то не так себя вести, то есть надо будет с ним чаще разговаривать. Дети наши, конечно, сами себе предоставлены в этом мире, потому что многие взрослые, как я сказала сначала, сами не знают, как себя обезопасить в первую очередь, не то, чтобы рассказать детям. Многие сейчас, это прямо болезнь нашего поколения, поколение наших детей, это игры. Вот к чему могут привести вот такое, казалось бы, невинное увлечение в дальнейшем? Да, в связи с тем, что дети сейчас практически не гуляют, они сейчас находятся на дистанционном обучении, они сидят и играют. Потому что, ну, как бы, все равно нужно куда-то энергию девать, нужно общаться хоть как-то, хоть через игры. Вот. И, соответственно, они начинают донатить, они начинают помогать другим ребятам, они начинают переписываться, переговариваться и так далее. Куча угроз и опасностей. Никаких донатов никому не скидывайте. Ну, то есть, по сути своей, если хочешь прокачаться в какой-то игре, сделай это сам. Покажи, что ты это умеешь делать без денег, потому что с деньгами это, ну, любой сможет сделать. Попробуй без денег это сделать. Вот. Ну, более крутой результат получится на самом деле. Может, какие-то фишки там найдешь и так далее. Вот. Второй момент. Не скачиваем программы, всякие там групповые говорилки, там какие-то чаты, приглашения и так далее. Потому что там тоже зайдете, все, данные утекут. Вот. И не только данные, но данные и родителей, и детей, и все остальное. Вот. Надо понимать, что, ну, мошенник действует с какой-то определенной целью. Он вытягивает либо ваши данные, либо ваши деньги. Вот. Это основные две мотивации, зачем это делается. Что касается игр, особо там не стоит с кем-то разговаривать в своих личных там переживаниях, личных делах. Вот. Не говорим, где живете, кто родители, соответственно. Вот. И не скидываем донаты. Ну, потому что зачем? Вот. Зачем ты будешь кому-то другому платить за то, что он проходит за тебя эту игру? Ну, само лучше интересно, само прикольно. Вот. И в групповых всяких там чатах говорил, кто же мне участвует. Ну, если бы мы беседовали с психологом, наверное, бы сказали о том, что игры еще являются и такой психологической зависимостью у современных детей. Чем можно отвлечь? Я знаю, что ты руководитель школы. Может быть, если ребенок погружен вот в эти игры, так сказать, его увлечение в мирное русло, можно так? Да. Цифровая гигиена – это особенно важный вопрос сейчас, потому что нужно дать ребенку максимальное количество занятий. У него энергия из него выходит, ему нужно куда-то эту энергию направлять. То есть футбол, танцы, музыка, друзья, посиделки, курсы, программирование по робототехнике, по чему угодно. Вот эта вся история, она должна быть ребенку предоставлена. И когда он уже определится, что он хочет, это будет для него лучше. То есть ему будет неинтересно же играть в игры, если у него есть другие занятия. То есть цифровые, те же самые программы изучения. В том числе, да. Ну, тоже важно заинтересовать. Но хотя бы, чтобы заинтересовать полезным времяпрепровождением в интернете, надо хотя бы показать, да, чтобы заинтересовался. То есть максимально ребенку предоставляем все возможности, которые у нас существуют, и смотрим, куда ему там, что ему комфортнее. Потому что дети разные. Дети разные. Мы даем им все пространство для творчества. То есть есть творческие дети, есть чисто программные дети, есть математические дети. То есть, условно говоря, кто-то любит там собирать кубики в детстве, кто-то любит строить конструкторы, кто-то любит сеть рисовать. То есть у ребенка должен быть выбор, чем ему заниматься. Чем больше родители даст ему свободу выбора, тем меньше потом проблем у него будет с цифровой зависимостью у ребенка. Ну, еще один вопрос у меня про банковские карты. Потому что практически у всех детей сейчас, начиная со школьников, есть свои банковские карты. И имея их, они могут попасть под финансовые махинации. Давай вот этот вопрос обсудим. Как их обезопасить и не подвергнуть этой опасности? Самый простой, понятный способ не давать свою карту ребенку. То есть, ну, неограниченное количество денег, оно станет, может, очень сильно ограничиться от действия ребенка. Подключаем дополнительную карту, которую мы заводим от своего имени. Это детские карты. Многие банки предоставляют такую услугу. На эту карту мы ставим запрет покупок в интернете полнейший. Просто платеж не пройдет. Ребенок не сможет ничего купить, не задонатить, никому ничего перевести. Вот. Также запрет на переводы физлицам любым. Если ребенок использует сервис о доставке еды, там также можно ограничивать время, доставку, сумму и все остальное. То есть, ну, технически сейчас есть много возможностей, чтобы контролировать траты и, скажем так, прогулки в интернете своего ребенка. Как поговорить с ребенком о кибербезопасности? Какие вопросы задать, на каких заострить внимание? Надо объяснить ребенку, что в интернете не так много возможностей, допустим, легкого заработка. То есть, надо понимать, что в интернете вы не заработаете легко. Это миф, это то, чем пользуются мошенники. Вот. Про кибербезопасность. Если появляется какой-то аккаунт новый, там, друг, фейк, скорее всего, мошенник. Пусть он сам ребенок проверит. Скажи, надо сказать, ребенку, посмотри, а не мошенник ли это? Почему он там так активно к тебе просится, друзья? Почему там, условно говоря, суперпопулярный певец к тебе хочет, друзья, постучаться? Также надо понимать, что многие-многие средства, они могут нацелены через ребенка на финансы родителей. То есть, надо понимать, что если вы не будете заниматься, то, скорее всего, ваши финансы тоже подгрузят. Есть ли какие-то образовательные ресурсы? Я бы хотела, чтобы вот, может, ребенка посмотреть какие-то видеоролики, может быть, какие-то правила обозначить, записать их. Много сейчас внимания уделяется нашим министерствам цифрового развития. Много очень вопросов уделяется нашими большими ребятами-антихакерами, которые создают самые большие, скажем так, антивирусные программы. Много познавательных роликов, много-много ресурсов, которые позволяют понять, что такое кибербезопасность именно на мультиках, на простых формах. То есть, чтобы не читать нудную лекцию ребенку, что он делает это, это, это. Простая форма. Показали видео, он посмотрел, показал друзьям, рассказали, посмеялись. Вот все, в принципе, правила безопасности. То есть, вопросы можно и нужно обсуждать с детьми, интересоваться их жизнью, и, конечно же, самим соблюдать эту цифровую гигиену и не попадаться на уловки мошенников. Ну что, вот так интересно мы раскрыли тему кибербезопасности. Конечно, очень много остается еще за кадром вопросов. Очень большая глобальная тема, которая раскрывает несколько сразу аспектов. Сегодня мы поговорили о том, какие бывают виды угроз, что такое кибербезопасность, с какими рисками сталкиваются наши дети. И, мне кажется, основной вывод можно сделать в том, что цифровой мир не должен пугать наших детей. Скорее всего, наша задача как взрослых, в том числе и родителей, и учителей, научить наших детей правильно общаться с цифровыми устройствами. Правильно себя позиционировать в социальных сетях, не быть обманутыми. Для этого нужно, в первую очередь, самим образовываться и обучать этому своих детей. Кибербезопасность сегодня очень важная тема, поэтому следите за этим и до новых встреч. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова